так ну пойдемте ребята дальше третья часть продолжение пока камера еще держит пойдем дальше черные шейки юра здоров добрый это что новая порода ивановский добрый день да это новая порода здесь три породы участвовали широкохвостые бакинцы сверху укравленные ташкены узбеки называют вот такие носики это вот новая порода потому что надоело смотреть вот на то что люди продают такое ощущение что у людей нет ни вкусов ни этических взглядов ничего я поэтому взял вот эту породу сделал сам и давно это порода и детей вот один в один дают все уже да 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 ты знаешь в сторону длиноносых вот эти широкохвостых ну единицы может быть четвертом поколении один из десяти и твои репортажи смотрим спрашиваю буду отвечать из вот что за них можно сказать лед вот поднимали великолепно гонять я не гонял потому что их два сезона чисто набирал на данный момент у меня еще 10 пар дома пять пар я из них еще прокормлю сейчас майкопами попробую еще четвертую линию туда эти вот которые есть я их не гонял сами не взлетают садятся слетает крутанул есть вертится но гоном я не занимался вот в этом году вот посмотреть бы у них вот ну крутанулся он как кувырок или щелчком слетает а как лоб как бы вот такое ощущение складывается ну как бы уж бойные качества замерзали я тебе выделю пару прямо сейчас возьми клеточку принеси не 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 спорта большой возьмешь я же не последний раз приехал я учусь подарок не не пусть посмотрят я не знаю погоняю а что это за порода написано у меня был брат поконится похоже на майкоп сверху ташкент там майкопа вообще близко не узбеки есть такие вот сапожки вот такие носики там практически лицо вот это сверху там но это ташкент это вот изначальный материал это ташкент широкохвостая нет широкохвостый широкохвостый бакинский бакинца да он бакинцы нет широкохвостый там отдельной линии там 18 период 20 за одну вот у голубки прапрапрапрапрабабки было восемнадцать лет сейчас под нее взяли дочь дали бакинцы вот и там будет а потом чтобы голова по голове пройти надоело смотреть на вот эти вербальники которые ну здесь влезет страшно становится голубей то ли куры турки вот сверху узбек вот получился и по хвостому служишь как есть 14 перел есть 13 перел есть 12 узбеку но она не бойная дать вы почему же не бойна том-то и дело если не бой зачем он нужен берите чаек смотрите дадим ты так говоришь в бойне тоже есть не конечно там бой есть а какой бой в смысле ну ты говоришь бой какой бой у бакинцев в бакинцев разный бой есть такой бой столбовой бой ну вот пожалуйста ну вот вот он ответил вместе с того что ты хозяин отвечать какой бой не будем спорить пойдемте дальше дальше пойдемте люди как бы селекции занимаются никто не вправе долл спасибо вот такие холмогоры и почем такие это как линда линда это не холмогор и но они похожи на холмогоров они а вот хотел сказать вкусовые качества вот вес они одинаковые давать вес взрослого 10 до 12 килограмм они не вне превосходят холмогоров или одинаково линдер да а телефончик можете оставить свой проект продиктую просто дни на камеру продиктую 8 962 490 490 7109 7109 спасибо 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 здесь у нас котятки такие малышни это что за порода шотландский шотландский котят а 8 938 3 066 808 сергей спасибо шотландские котята здесь тоже самое у нас павлины пара желтеньких это уже желтохвостые это не тибилиски это северо-кавказские длинный охлот хозяев нет нет вот такие великаны местные римские великан спрашивать не у кого нету хозяев машина стоит хозяина здесь у нас пара чая сидит плечистых солнце отсвечивает может быть плохо будет видеть здесь тоже красные мрамор мрамор сидит против солнца плохо снимать вот такие вот такие павлинчики белые молодые еще линяют и почем такие по пятьсот рублей вот это у нас капканы тоже ваши капканы и почем такие занимайся по телефону позвонят или по телевизору спросят как хотите молочные молотки вот такие у нас индоутки цесарки даже виси пропустил пропустил немного пропустил так это у нас раморные один желтые северо-кавказские тут статный там у кого клетки люди собрались даже не подберусь туда там что у нас монахи монахи сидят сто шестьдесят или сто семьдесят что монахи черные черные белоклубые вроде бы люди там спрашивали которые если бы все по черных по сто рублей я вам буду я не буду на взяли по сто рублей а двести не двести пятьдесят красные а желтые болты чистые как нельзя а еще молодые уже сейчас вот машина стоит а черные по чем у вас такие сто пятьдесят сто пятьдесят да ребята я только так чтоб не было разговоров голубка лупит а голубка лупит чем бойный я не знаю почему так вот а телефончик можете оставить просто люди ищут именно вот смотрю они белоносы да да помните про диктователи пожалуйста просим девятьсот двадцать пятьдесят триста шестьдесят ноль триста пятьдесят а Григорий Иванович Кокотовского ясно спасибо черные только черные тех я еще уже оставил сколько там по четыре пары по четыре пары таки крупные белоносые беловекие глаза красивые светлые серебристые мои совсем другие темноносые есть там рогоносые но вот так так вот еще голуби вот вот ореховый мрамор желтомраморные жилтомраморные вот такие вот у меня такого плана тут и песочные и желтомраморные и ореховые разные 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 и чубатые и без чугая вот такие вот еще вот пару покажу все отсвечивает вот такой вот голубой вот вот дальше вот такой мрамор вся птица мраморная ну это любой рассвет мраморная вот еще внизу вот такие вот 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 в общем любых рассветах мрамор и почелк вот 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 по штуке да убираете да голубей да решил убрать все так вот ребята как бы небольшое объявление человек убирает по причине здоровья всех голубей сейчас номер продиктует я до этого с ним разговаривал в общем аллергия и рекомендация в общем убирать и близко не подходить пока голубям вот сейчас хозяина ставит номер интересуйтесь в общем все что покупается оптом цена будет совсем другая пониже можете поговорить с хозяином по телефону обсудить все и приехать с дома посмотреть всю птицу и купить сейчас телефон продиктует хозяин 938 333 63 63 99 к кому обращаться Абдул хозяина зовут Абдул в общем посмотрите вот еще раз покажу можете поговорить с человеком еще раз повторюсь по причине здоровья надо убирать голубей и вся птица мраморная вся птица мраморная как ореховые так и желтомраморные и песочные и серые здесь есть такие можете позвонить пообщаться и приехать посмотреть ладно спасибо так парочка благодарность сидит еще по моему темный благодарнинский редко мешает вот вот такой черный рябоголовый ваше 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 редкий благодарнинский вчера вот такой летел в прошлогодний гоняете птицу что ли ну слегонца суток прошел исчез пропал сразу а теперь не знаю что это голубь или голубка кеп ну понятно а телефончик не оставите дома есть еще что-нибудь есть можете телефончик записать просто продиктуйте на видео 8 905 499 52 05 зовут Николай Николай кто интересуется благодарнинскими черно симпатичными это нехороший это нехороший ну и дома само собой лучше боем бой начинает от сверх отсюда снизу и косма примерно примерно ну дома уже и цена другая я понимаю естественно да вот два раза косма если белого такая вот у красного ну раньше живут благодарнинская птица она они были раньше не за этим будешь третью а пошли 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 мне надо снимать я попозже я извиняюсь не просто видео идет я сейчас не могу остановить пока дальше продолжим я тебя кто то видел а а я тебя буду не спасибо господи так ладно пойду ко мне уже за стол приглашают еще тоже благодарнинские вот такие хочу спросить вас какие да вот есть мастерская или по этому как то можно связаться а тут телефон это самка или что да 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 я точно не могу сказать но я постараюсь узнать ну вы все время каждую выставку приезжаете пожалуйста если есть возможность телефон и адрес вот этой мастерской свяжемся там уже как то договоритесь да хорошо я постараюсь раньше были были у нас мастерские да у нас даже в заводском у нас было фуражечник был грузин один сделал хороший у меня отец всегда у него покупал куражки а сейчас она сейчас уже нет сейчас умер уже старый был надо по городу я поспрашиваю пожалуйста если есть такая возможность хорошо 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 так дальше дальше у нас здесь куры мясо продается мясо вот такой вот такой вот в очень большой очень большой очень большой там куры куда уже не пойду вот такие вот у нас вот краснодарские так отсвечивает отсвечивает обойду вот с этой стороны в тени снимать наверно ну да солнце в объектив попадает ваши да голуби да вот накрыть краснодар да нет нормально видно и почем такие это вы пометили красные зеленые одногнездок пометили да синий цвет с одного гнезда ага а а а а и что можете сказать гоняете голубители это все все и как вот они вот некоторые жалуются некоторые говорят летят хорошо бьют мало да реже да ну на любви сюда голуби так они крупные ястреб вот такие что он завис там бум-бум-бум ястреб раз эти сопротивляются а эти лучше да конечно ну я блестящий на украине а телефончик можете оставить ну продиктуйте на видео вот в то 908 808 856 5040 ясно да как ваш веществов Вот такие вот красноярские. Говорят, летают. Сейчас эти два часа держатся. Скажем, еще на высоту. Это вся молодежь. На высоту они не уходили. Выше среднего поднимали. До двух часов держатся. Ну, что у них есть. Когда одних белых гоняешь, они сбиваются. Ну, понятно. Но в любом случае, хоть свои два часа, час-два, они летают. И то уже хорошо. Кто человек не обманывает. Пять часов не летают, но два часа летают. Вот так вот, ребята, можете позвонить. Вот и до лаваски сидишь. Что не снял, не знаю. Нет, пока. Могу тебя подснимать. У меня даже вольера. Да, смотри. Мраморные. Мы вам не мешаем. Гелестые. Вот крупные. Пойди вот там. Желтые. Ты сказал, блядь. Желтые. Они с чердака. И почем такие? По 300 рублей. Я говорю, пойдешь, там надо. Да, я бы продал. Что, какой бы. Ну, это как сказать. Слушай, не продал бы, надо. Самое главное, самое главное, чтобы было что продать. Самое главное, гоняные голуби, нет? Все гоняные. Все? Все гоняные. И как они там с игрой? Очень хорошо. Белястые, красивые. Белястые, хорошие. Да, это две голубки. Нет, это две голубки. Они крупные, две голубки. Это старая порода рыжего рода. Это другая голубка. Это обе голубки. И что ты говоришь, они стоят? Кто, голубки? 300 рублей все стоят. Мне слишком не нужны. А вы откуда? С Михайловского. Я тоже с Михайловского. Приезжай. А на счет желтарябых, как они? Желтарябые тоже хорошие. С прохладного привозили. Телефончик оставите сюда? Сейчас, сейчас, сейчас. Ты можешь продиктурнее. 60, 75, 14. А, не сотовые, что ли? Это сотовые. Так, 8, 900. 62. 8, 962. 450. 450. 75. 75. 14. Юра зовут. Юра зовут. С Кёска. С Кайловского. О, Михайловский. Слышишь, пшено у нас одно, но в разных городах. Желтые. Почему? Я тебе говорю, как я сказал, как вы. Миро, привет. Добрый. Вот так. Белые чубавки. Белые мраморки. Ну, как тебе сказать? Они были выгнаны. Вот врать не буду. Потом я их закрыл. И год я с них птенцов брал. Белые, крупные. Почем такие чубавки белые? 800 пар. 800 рублей пар. Желтые, хорошие. И то, что она крупнее, то она такая... Это не ерунда, а у меня это 100%. Если в селе, да, он полазит, полазит и придет. А, в городе, я в городе. Я не знаю, это панцирные. Это панцирные? Да, кормилки. И по чем они такие? Ты как корову выбираешь, честное слово. По 200 рублей. Панцирные по 200 рублей. Кромные, вот он, голубь, голубка такой стоит, высокий. Вроде бы американцев, как кормилок держат, а панцирные тоже хорошо кормят. Они красивее даже, чем американцы по масте. По 200 рублей. Крупные, вот он, голубь, голубка такой стоит, высокий. А телефончик можете оставить свой? Телефон продиктовать. А у тебя там все больше нет. Да. Хорошо. Так, дальше. Дальше, дальше я сейчас пропущу. Здесь парочка. Вот такие. Вот такие куры. И по чем такие? Это как, Брама или как называется? Это белый Кахин-Хин. Серебристый Крам. По 1000 рублей. Здесь одна чайка сидит. Пара плечистых павлинов. Здесь тоже. Ну, я не гоняю сейчас бесполезно. Я в тебе люблю. Подбирайся, сколько у них делал. Такие белые. Белые, белые. Широкохвостые, да? Ну, нет, они по простым, по 50. Просто высокие такие. Они выгнутые, поэтому... И по чем такие? 500 рублей. По 500 рублей. Ну, они... В смысле, они 12-13 первые, да? До 14. По 14, да? До 14. Уже что-то есть у них. От 12 до 14. Ты сам с Моздока-то много? Нет, с Владикавказа. Отсюда сколько до вас получается? 200. 198. Чуть тепло будет, может, я тебе птицу дам. Сможешь выкинуть? В смысле, почтовых? Сейчас, как бы, еще не очень погода. Ну, по весне ты же постоянно на каждом рынке бываешь, да? Да. Я видел, ты их выпускал там у кого-то. Да, вот я у Юры вбрал. Да, да. Если что, я тебе тоже дам. Это вот этих, да? Это твои? Да, да. Ну, это молодые я их не выпускал. Вот так они у меня... Да, без проблем. Так, это у нас уже... Это уже широкохвостый, да? Нет. Или нет? Это еще есть. Почему такие? Это вроде похоже на больше на тибилийских. Ну да, они как тибризы. Ну, хвосты седоватые. Ну, они... И такие почем? Перебитые. Тоже 500 рублей. С чем перебитые? Я замешивал тибриза чистого. Тибризы это вот эти вот белые, такие высокие, которые похватывают. У меня не осталось чуть-чуть. Надо убрать. Они тоже летают, бьют у них столбовой бой. Столбовой бой? Да. И столбовый тоже. В общем, это эти тибризы с тибилийскими. Ну, как бы с грузинами. Ну да, с грузинскими. Ну да, тибилийская порода, чернохвостые и тибризы. А тибризы это чья порода? Ты от своих черных избавился. Я смотрю, ты тоже их завозил. 45 завез, 45 прилетело. Да ладно. На сколько километров? Значит, не, ну я недалеко не вожу. Я максимум 2-4 километра вожу. Ну и все прилетели. Ну, последняя забивная голубка через 4 дня прилетела. Это рассмотрел. Позавчера, по-моему. Все до одного дома. Я думал, Сапсан все-таки сожрет, но... Поэтому выпускал по одному. Все дома. Так, ты мне продиктуй тогда телефончик. 8-918-75-192-56. Спрашивать кого? Володя. Володю. Или белые выгнутые. Можно пускать хоть здесь. Да? Я был у тебя тогда дома. Ну да, вот. Можете, ребята, позвонить с Володей. 500 рублей – это не цена за выгнутого голубя. Я думаю, они вон и высокие, и здоровые такие. Красивые. И вот такие же вот. Можно сказать, метисы, но с игрой. Вот такие лапы. Если кто-то приедет покупать, подкинешь? Нет, этих не пущу. Белых пущу в любое время. Белых в любое время. Содрал вас сокол? Я его покормил часик. Часик уже не бьет. Все ясно. Как появляется, я выпускаю. Одного, два. Забираю. Недели, две с половиной. Понятно. Вот такие чехи. Так, ладно, что-то, поедем дальше. А то я не доберусь никак. Вот еще ума с узбеки. Красные. Солнце светит. Солнце будет мешать. Белые. Белые. Вот такие. Белястые. Белястая голубочка. И сизый такой пояса. Пробивает полосы. Пояса. Один жив, один вот такой. Хозяев нету. Хозяев нету. Так. Здесь у нас... Здесь у нас... Вот такие вот черные, чубатые. Видимо, из-под рябоголовых. Головы битые. Белые. Ваши линии? Нету хозяев. Нету. Пара черных в сапожках. Вот такие. Вот у нас Николаевский. Вот такой вольер. Золотые. Красные. Белохвостые. Не понимаю, правда. Их вот перепустают. Как-то там что-то делают. Чисто белые. Ну, на этом я, наверное, закончу этот ролик. Уже полчаса. И дальше. Перепор пойду дальше. Вот такие вот. Николаевские. Тоже хозяева нет. Вот. Как-то так. Показать покажу, спросить не у кого. Все, ребята. Смотрите, оценивайте. Ставьте лайки. Можно и дизлайки. Продолжение в четвертой части. Субтитры подогнал «Симон»